Международный суд ООН все же будет заниматься иском Украины против России. По предварительному решению, которое сегодня объявили в ГАГе, вопросы, с которыми Украина обратилась, подпадают под юрисдикцию суда. А вот меры пресечения, на которых настаивал Киев, избрали не все. Более того, судьи попросили обе стороны выполнять минские договоренности и воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить спор. Детали узнаем у нашего корреспондента Елены Абрамовича. Она сейчас в ГАГе. Лена, здравствуй. Скажи, как отреагировали стороны и что означает сегодняшнее решение? Катя, российская сторона от общения с журналистами отказалась. А вот представитель от Украины, министр иностранных дел Елена Зеркаль, назвала сегодняшнее решение суда победой. Ведь на предварительных слушаниях пять недель назад Россия настаивала, что это дело вне компетенции суда. Напомню, Киев обратился в суд ООН по двум вопросам. Это дискриминация украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму, а также финансирование терроризма на Донбассе. Все боялись, что не будет приема фаза юрисдикции. Суд визнав, что она есть. Суд визнав наявность порушений. Суд даже визнав, что наявность этого спора никак не пороскоржает Минскому процессу. И что стороны могут продолжить Минский процесс и судовый взгляд, как обязательства параллельно. И никто ничего не лимитировал нам. Поэтому для нас это решение действительно очень позитивное, особенно с точки зрения того, что россияне просили взагалі отвернули наши требования и не принимали решения. Что же касается мер пресечения, то суд их назначил только в части оккупированного Крыма. России необходимо пересмотреть решение о запрете Меджлиса и также удержаться от ущемлений прав крымских татар. А вот в части финансирования терроризма, по мнению суда, Украина предоставила недостаточно доказательств. Поэтому пока меру пресечения не избрали, но это не означает, что дело не будут рассматривать. На данном этапе суд призвал обе стороны выполнять минские договоренности. Суд напоминает сторонам, что Совет Безопасности в своей резолюции 2202 от 2015 года одобрил пакет мер по осуществлению минских соглашений, которые были приняты и подписаны в Минске 12 февраля 2015 года. Суд ожидает, что стороны совместными усилиями будут добиваться полного осуществления минских договоренностей в целях достижения мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Ну и с этого момента суд берется за рассмотрение дела по сути. Затянуться это может и на годы. График слушаний стороны должны утвердить на встрече в мае. Напомню, что в перечне претензий Украины, кроме оккупированного Крыма, также упоминается сбитый малазийский Боинг, обстреленный автобус в Волновахе, пострадавший от градов Мариуполь и другие события на Донбассе. Катя. Лена, спасибо. Елена Промович сообщила результаты заседания Международного суда ООН.